Доброе утро, друзья! Хочу сегодня дать наглядную практику и схему, как это работает. Но она настолько примитивно, простая, настолько находится за рамками шаблона так называемого здорового человека. Я говорю не о здравомыслии, да, в данном случае, а кто считает себя социально адаптированным. И что можно сказать, вы сейчас говорите чушь, и я этого делать не буду. Ну и не делайте. На самом деле, если вы хотите устроить свою жизнь, то имеет смысл прислушаться и понять, как это работает. Мы каждый день проявляемся друг с другом, каждый день взаимодействуем на кухне, с любимыми, близкими, с детьми, с родителями. Мы каждый день проявляемся в отношениях. И мы не так давно начали изучать тему, которая называется «Струны души». Это необычайно важная тема. И когда мы увидели, как устроены струны души, по сути дела, с этого началась магия. То есть, когда впервые я увидела вот эти вот хоботки, мне захотелось их, например, у себя немножко переподключить, да, и от этого пошел прямой коннект просто на получение информации. Но это отдельная тема, это тоже можно. А в плане взаимодействия с другими людьми, вот когда эти вот штуки огненной души видишь, да, понимаешь, каким образом мы взаимодействуем с окружающим миром. Я сейчас попробую это рассказать максимально просто и дать в конце, в конце практику, да. Вот смотрите, у каждого человека есть душа. На самом деле она огромная, я буду рисовать ее небольшой. Вот она, душа. И у другого человека есть душа. И они как-то взаимодействуют. У каждой души есть такие протуберанцы, да. Они как будто такая нить, да, струна. Именно струна, поэтому называется струна души. Нить с такой присосочкой. Этой присосочкой она ищет, настраивается на определенную резонансную частоту с другой стороны. И если частоты совпадают, присосочки раз, прихлопнулись, да, и идет взаимодействие. Энергия течет. То есть установился прямой коннект, да, электропроводка появилась. Если вот эти присосочки не совпали, энергия не течет, возникает блокировка. И она как будто от стенки отбивается, и человек не чувствует другого человека. Потому что именно вот эти вот присосочки, этот контакт обеспечивает энергетический обмен, и, соответственно, он идет на какой-то частоте. И эта частота, мы ее воспринимаем как чувство. Кто-то там, чувство вины, чувство обиды, чувство любви, еще какой-то. То есть вот эта вот система работы этих присосочек на струнах души обеспечивает нам душевный контакт с другим человеком. И это основа, по сути дела, формирования реальности. Так женщина привлекает мужчину в свою жизнь. Она резонирует на какой-то частоте, и ровно такая же присосочка, неважно, в какой части земного шара, если она откликнулась, то дальше уже организуется в материальном мире точка, где эти ребята встретятся и где у них будет взаимодействие. И таким образом, на какой частоте идет вибрация, такое взаимодействие будет, такой человек и подтягивается, да. То есть создается отдельная дополнительная игра. Вот примерно так это работает. И получается, что если брать обыденную жизнь, прикладную жизнь, то вот утром мы пришли на кухню, там находится наш муж. Души, как правило, хотят любви и взаимодействия любви. И вот присосочка жены так тянется. Но при этом у жены, у жены на данный момент она хочет любви, да, душа хочет любви. А у нее Высшее Я и Эго транслируют картину «Я обиделась», «Он мне должен». И пошли. То есть через призму программ проходит это все. И через призму программ она делает его виноватым. Ты там за мной не смотришь, ты меня не любишь и так далее. И если у мужчины срабатывает чувство вины, и он здесь подключается, то здесь они друг друга накачали обидками виной, да, и он вот с этой вот резонансной частотой и пошел в жизнь. Соответственно, он потом захочет ее кому-то передать, потому что кому же хочется не в любви находиться, а в вине и в обиде, да. И идет взаимоотношение на этом уровне. Иногда вот такая присосочка вылазит, а вторая сторона говорит, знаешь что, ты иди и разберись с собой, да, я на этой частоте вибрировать не хочу. И тогда эта присоска крутится, крутится, крутится. Если найдет жертву, она найдет на нее жертву, да, а если не найдет, то человек начинает сам в себе вариться, и весь мир у него плохой, и весь мир виноват. Да, точно так же, если состояние любви, оно значительно быстрее находит людей, когда душа вторая хочет откликнуться на любовь. Вот с любовью интересные штуки получаются. Если мы взаимодействуем на частоте любви, да, то очень часто приходят вот такие вот зерна информации, и тогда у обоих возникает озарение, такое чудо, когда, а, вот да, и потекла энергия, и эта энергия тут же с благодарностью, тут же с информацией, и находится выход, как взаимодействовать, как выйти из какой-то сложной ситуации, как решить проблему и так далее. То есть идет еще и озарение, вот во время вот этого контакта, когда совпадает интерес. И вот здесь очень-очень интересная штука возникает. Когда у человека есть интерес, да, то вот это вот взаимодействие, оно порождает действие. То есть оба, их озаряет, приходит какая-то информация, и оба наполняются желанием творить и действовать. Это уже к Богу ближе, да. А когда вот так идет-идет, а энергии интереса нету, да, частоты низкие, и все. И действие не совершается, погашается, и человек начинается вариться в собственном соку. Иногда бывает так, что Бог уже качает человеку интерес. Интерес – это энергия, просто энергия. Качает, 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 качает. А человек не находит вот этих вот моментов по взаимодействию и не совершает действия. И если он не совершает действия, то эта энергия начинает разрывать самого человека. И она будет идти через призму его эго, раздувать его эго. Это эго раздувается, начинают проявляться его доминантные черты. У кого-то там обида, у кого-то вина, у кого-то злость, у кого-то. И с этой призмой он уже будет выходить на разряд на другого человека. И, по сути дела, фигачить его и бить. Я в простых словах это объясняю, чтобы понять принцип, как мы взаимодействуем. Да, вот на уровне душ, на уровне струн. Как струны располагаются. Так вот, смотрите, когда мы осознаем, как работают струны, то следующий момент. Мы берем и вот здесь ставим зеркало перед тем, как взаимодействовать с другим человеком. Экран. Как это может выглядеть в жизни? Вот мы хотели только что сказать мужу, что он козел, что он там манипулирует, что он там не делает, что он там не обеспечивает, еще что-то. И мы говорим это не мужу, а вот этому экрану. Давайте возьмем это мобильный телефон. Мы берем мобильный телефон. Тоже сама практика пошла. Включаем запись. И начинаем мужу говорить все, что мы о нем думаем. Мы высказали все мужу. Мы привели свои аргументы, почему мы так считаем, что мы чувствуем, зачем мы это говорим и так далее. Высказали. Отложили телефон в сторону. Потом пошли, позанимались какими-то делами. Очень важно совершать действия, потому что в это время происходит разрядка, разгрузка ума. Программа ума, она больше перестает накручивать, перестает качать энергию в эго. И после этого, через полчаса, садимся, включаем этот телефон, запись, и начинаем слушать. И вы откроете для себя удивительный мир, господа. Потому что все, что вы говорили, вы говорили не о муже. Вы говорили о себе. И когда вы говорите, что он что-то не делает, это вы не делаете. Вы говорите, что он не так проявляется, это вы не проявляетесь. Вы отбросьте те факты, которые вы пририсовали ему своим умом, отбросьте все, что от программы ума. Все, что касается эмоций, чувств, проявления, совершения действий, это, господа, о вас. Это вы возложили на него свои ожидания, свою ответственность, свою вину, свою обиду, свои манипуляции, для того, чтобы он что-то сделал. А что муж? А он в это время говорит, а я не хочу на этой частоте вибрировать. Иди, дорогая, и займись собой. Для того, чтобы еще один образ дать более жесткий, чтобы двигаться было легче, вот эту практику делать. Если брать на эмоциональном уровне, вот когда психологи иногда работают, они называют эмоциональная вонь. Да? И очень хороший образ приходит. Когда человек находится в низких частотах, в обвинении другого, в каких-то претензиях к другому. Для наглядности это равносильно, что он взял и обкакался. Да, вот эта душа взяла, обкакалась. И он вот в этом состоянии обкакалась, заходит к этой душе и говорит, дорогой, понюхай, пожалуйста. А вот эта душа говорит, слышь, иди помойся. Вот просто иди помойся, иначе не будет взаимодействия, иначе я тебе не дам свою присоску и не установлю вот эту связь. И не качну тебе энергии. До тех пор, пока ты не совершишь действие, не помоешься. Представляете? Все удивительно просто. Я этот ролик специально записываю для мамочек. потому что очень многие из них в своих жизненных ситуациях взаимодействуют именно вот из состояния обкакалась. И предлагаю, у вас же есть мобильные телефоны, ввести в свою жизнь эту практику. Практику, когда вы берете и записываете все, что вы говорите своим детям, своему мужу, своим подругам. и потом через полчаса берете и переслушиваете. И вы находите там себя. И вот в тот момент, когда ваше сознание доходит до того, что ваше общение переходит в режим, когда две присоски одновременно приходят, одновременно у них есть один и тот же интерес, их одновременно озаряет, происходит энергетическая вспышка, дает энергию и одной, и второй. Вы начинаете творить. И тогда все остальное, вот это, оно уже не имеет значения. Потому что остается только, господа, ваше творчество, ваше творчество, ваше проявление в жизни. Вот так мы проявляемся. Вот так мы проявляемся через других людей. То есть, когда есть интерес у этой души, у этой души, они вдвоем встретились, они вдвоем взорвались энергетически, их озарило. Бог качнул им энергию Творца. И они пошли ее сразу переводить в действие. В то, чтобы сотворить что-то новое, создать что-то новое, проявиться как-то по-новому и так далее. И здесь вот это творить будет. Это ваше предназначение. Это ваше, просто сейчас какой-то интерес. Это уже вторично. На пути из препятствий может встретиться взгляд окружающих, которые говорят, не ходи, не сделай, так у тебя не получится. Вам вдруг об этом скажет самый компетентный человек в вашей жизни, это ваша мама. Либо вам об этом скажет кто-то из тех, кто там бизнесмен, и скажет, что у вас вообще ерундовая идея, она у вас не выйдет. Господа, если у вас произошел вот этот коннект, если у вас пошла энергия, то самая бредовая энергия принесет вам и деньги, и радость, и удовольствие. Это не может оценить другая душа, потому что у нее этого коннекта не было. Поэтому спрашивать другую душу на тему, а как ты думаешь, получится у меня или нет, вообще не имеет смысла, потому что она не переживала этот опыт, ей не поступала эта энергия, и ее не озаряла этой информацией. Это ваше проявление, это ваша вспышка, и эта вспышка дана вам от Бога, потому что вот это вот зерно, вот эту подпитку дает Бог. Вот как-то так, дорогие друзья. Мобильный телефон можно использовать с пользой для жизни и для выстраивания отношений. Продолжение следует...